Добрый день, дорогие друзья, любители и почитатели зипа. Сегодняшний обзор будет посвящен зажигалкам, героям, а точнее героине, которые практически каждый день со стеной нашей группы помогают вам проснуться и каждый вечер готовит вас к сладкому сну. Речь пойдет о девушках легендарного журнала Playboy. С 2000 года зипа и Playboy впервые представляют серию зажигалок. Каждая модель демонстрирует обложки журналов Playboy с 60-х по 2000-е годы. История журнала Playboy началась в далеком 1953 году, когда свет увидел первый номер с молодой актрисой Джин Мортесом на обложке. Создатель Playboy и Хефнер искренне сомневался, что за первым выпуском последует второй. Он даже не стал ставить номер на обложке издания. Журнал делался буквально на коленке. Макет первого выпуска Хефнер клеил, сидя на кухне и собственной квартире, а деньги на его издание пришлось собирать с миру по них. В тысячу долларов из общего капитала принадлежали матери Хефнера. Нынешним своим названием Playboy обязан маленькой фирме, занимающейся продажей автомобилей, которой и работал знакомый Хефнера. Тянутый до ребер живот, натуральной формы, яркий признак моделей 10-60-х годов. Еще одна вещь, о которой думаешь, когда смотришь на эту девушу. Выглядит они гораздо старше, чем есть на самом деле. То ли из-за мощных форм, то ли из-за старомодных панечных стандартных причесок, то ли из-за яркой косметики. За 50 долларов Хефнер выкупил у своего приятеля, занимавшийся выпуском календарей с красотками, фото никому неизвестной тогда актрисы Джин Мортенсен, будущей Мерлин Монро, и поместил его на обложку. В конце 60-х мода, устоявшаяся с послевоенных лет, наконец-то потихоньку меняется. Начинают цениться стройные фигуры, волосы распрямляются. Некоторые фотографии тех лет вполне могут сойти за современные. Их возраст выдают разве что все те же цветы от купальника. Вскоре доходы от журнала позволили Хефнеру открыть собственный клуб под маркой Playboy. Первое заведение появилось в Чикаго в феврале 1960 года. И уже в течение года аналогичные клубы открылись в Новом Орлеане и Нью-Йорке. Заплативших 25 долларов за ключ от двери клуба, фактически членский взнос, ждали кабары-шоу, бар, отличный джаз и, конечно, главная достопримечательность заведения Playboy – девушки-бани. Облаченные в облегающий боди, украшенные зайчьими хвостиками и ушками, сексапильные красотки очень скоро стали главным секс-символом Америки того времени. С 1970 года наступает эра длинноногих худышек с агрессивным взглядом. Продолжение следует... К концу 70-х в моды входят пышные причессоны. Продолжение следует... Продолжение следует... спасибо за ваше внимание ставим лайки если вам понравился этот обзор и не забываем подписываться на наш канал оставайтесь с нами до скорых встреч